В Центральной городской библиотеке города Ейска при поддержке муниципального координатора по основу православной культуры специалиста Меценического центра заслуженного учителя Кубани Людмилы Ивановны Волковой прошла встреча старшеклассников со священнослужителем Ейского благочиния на тему «100 вопросов священнику». В этот раз в гости к молодежи пришел настоятель храма великомученика Георгия Победоносца священник Сергий Клевикин. Формат встречи подразумевал ответы на многочисленные вопросы, которые мог задать каждый участник. Здравствуйте. А вот если вот человек начинает читать православные книги, то с чего он выращаетесь? Я бы, наверное, начинал с чего-нибудь легкого. Поиск и статогорец – это легко. Поиск и статогорец, можно сказать, наш современный. Он недавно был причислен к липу святых, в 1994 году он умер. Но у него есть шесть томов и о любви, и о том, каким-нибудь христианином. Ну и «Закон Божий» есть книга такая, она вводит нас в жизнь православную. Там рассказывается о творении мира, о богослужебных церковных облачениях священников, о храмах и так далее. «Закон Божий» поиск и статогорец, что-то легкое, а дальше уже Евангелие начинает читать. Отец Сергий кратко рассказал о своей жизни, о том, как решил стать священником. Я с первого класса школы знал, кем я хочу быть. Следовательно, когда я уже пришел в старшие классы, об этом знали все преподаватели. Об этом знала вся школа. Кем я хочу быть. Вопросы, волнующие молодежь, касались внутренней жизни человека в современном обществе, отношений с окружающими и близкими людьми. «Бог есть любовь. Об этом говорится в Писании. То есть человек не может истинно, знаете, и любить без веры, и верить, так сказать, без любви. Потому что любовь – это… Любовь должна быть причиной всех наших действий. То есть, допустим, мы делаем какое-то доброе дело, по какой причине мы его делаем? Чтобы тщеславиться или гордиться, или по причине любви. Вот я люблю ближнего человека, я ему помогаю. То есть, это понятия, они параллельные и смежные, то есть, они равны, они не разделимы. Они будут на, я даже скажу, они на одном уровне. Потому что, если мы берем веру, мы знаем о том, что апостол Павел в Писании в своем, он пишет о отношениях между мужчиной и женщиной. То есть, вот молодежь, она сейчас Писание хоть не читает, думает, что там «да», что там апостолы могли написать? А ведь они пишут о отношениях между мужчиной и женщиной. А сегодня весь мир меняется. Там сказано о том, что муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь, что даже себя положил за нее. А жена должна бояться, то есть, уважать своего мужа. Как вы относитесь к браку между христианами и мосульманами? На самом деле, основная социальная концепция русской православной церкви четко отвечает на этот вопрос. Этот брак возможен, но надо, как это говорится у молодежи, надо на берегу договариваться о том, что, дорогой, дети будут крещены в вере православной. Дети будут воспитываться в вере православной. Я буду эту веру соблюдать. Извини, никаких ко мне претензий. Но если это не будет обговорено, это возможно. Но потом, потом, это всегда такой закон, потом будут проблемы. Есть о чем поговорить с старшеклассником, чтобы во время встреч расширить круг представлений о современном батюшке, больше узнать о мироздании, разбудить и потревожить юные души вопросами о нравственной чистоте и отношениях между поколениями. Спрашивают, можно ли про простить предательства. И вот мы приходим к тому, что всему, чему Христос учил, он прощал, молился за своих врагов. И оказывается, что это, опять же, любовь, это и самая высокая сила простить, насколько сложно. Возможно, но с трудом так. Возможно. Для этого ты должен быть сильным человеком. Для этого ты должен иметь в себе силу, потом к этому никогда не возвращаться. Вот всегда пример такой перелистуемых страниц. Мы же, когда перелистуем страницу, прочитали, мы редко назад заглядываем. А то же так же и жизнь. Перелистнул и дальше. Другой момент, если человек не исправляется, это, конечно, уже печально, но надо медитамеры предпринимать. А если человек искренне исправился, и мы видим это на делах, то, конечно, надо простить, если есть на той силе. В завершении встречи отец Сергий вручил грамоты победителям регионального этапа конкурса «Красота Божьего мира», посвященного 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтича, которого также называют Креститель. Второе название – Богоявление – дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, и глаз с неба назвал Его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом. Отверзло с неба, и Дух Святый не сшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголощи. «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Так было явлено в видимых и доступных для человека образах Святая Троица. И было засвидетельствовано, что Иисус не только Сын Человеческий, но Сын Божий. Людям явился Бог. Воду на Богоявление освящают два раза. О, Йордане, крещающуюся Тебе, Господи! Первый чин Великой Агиасмы совершили накануне, в Крещенский сочельник. Второй раз воду осветили в праздник Богоявления. «Крещающуюся Тебе, Господи!» По доброй традиции, на Крещение принято выпускать голубей в знак Божественной благодати, снизошедшей на Иисуса Христа. Не каждый решится окунуться в этот праздник в зимнюю Иордань. Но погружаясь всем естеством своим не в холодные воды, а в теплые воды соборной молитвы, с радостью принимали прихожане окропление крещенской водой. Чтобы донести христианское значение праздника тем, кто отмечает этот день пока вне стен храма до концертной площадки отправились и подъятами. ПЕСНЯ 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 Богоявление Господне Богоявление Господне Богоявление Господне Богоявление Господне Богоявление Господне Ты мир воздействий, слава тебе! 24 января 1919 года республиционное правительство издало циркуляр о расказачивании. С этого момента и начался геноцид казачьего народа. Может быть, и можно понять новую власть, потому что у казаков был такой девиз – за веру царя и Отечество. Мы находимся около памятного креста, где похоронены белые казаки. Когда большевики говорили, что Бога нет, когда уничтожались священники, разрушались церкви, разрушались храмы, также уничтожали казаков, потому что они были за веру, за царя. Девиз красных был – вся власть советом. 26 апреля 1991 года Россия признала, что был действительно геноцид казачества, что действительно казаки уничтожались поголовно. И был издан закон по реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества. С этих пор казачество восстанавливается, но, я думаю, реабилитация продолжается и сейчас. Вечная память казакам, погибшим за свою родину, царствия и любви. Я хочу сказать, что в гражданской войне победителей не бывает. Это, конечно, горе, когда в одной семье брат идет на брата, отец идет на сына, сын на отца, сосед на соседа. Ну, история когда-нибудь расставит все точки над «и». А я хочу исполнить песню, которую написал от лица белого казака. Песня называется «Красный снег». Снова снег засыпал все крест. От мороза под бешметом стынет крест. Сердце бьется вольной птицею в груди. Какова судьба казачья впереди? В девятнадцатом дожились вот террас. Яшка Свердлов роковой издал указ. А в указе каждый может прочитать Казаков всех на Кубани расстрелять. Я верю, что сражались мы не зря За веру, за чизну, за царя. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы сражались не напрасно. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы сражались не напрасно. Атаман, веди нас в бой скорей. За детей, за жен, за матерей. А советы пусть запомнят навсегда, Что в казачьих жилах кровь, а не вода. А потом, когда закончим бой, Мы почарки до краев нальем с тобой. За братов погибших и айда в намет. Пусть нас мало, с нами бог и пулемет. Я верю, что сражались мы не зря За веру, за чизну, за царя. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы сражались не напрасно. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы сражались не напрасно. Большевикам, конечно, не понять, Как я могу коня в колхоз отдать. Ведь он мой друг, меня он спас в бою. Как я могу отдать кровинушку свою? Жалко батьку с мамкой, жинку и детей. Им не избежать судьбы своей. Ладно мы, мы гибнем, как солдаты. А они, чем перед властью, виноваты. И все ж я верю, что погибли мы не зря. За веру, за чизну, за царя. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы погибли не напрасно. От кровушки казачьей снег стал красный. Я верю, мы погибли не напрасно. Я верю, что все было не зря. Я верю, все было не напрасно. Субтитры подогнал «Симон»